Владимир Николаевич, не только большой певец, но и большой артист, что особенно важно. Артист не в движениях, а в голосе. Так представлены нюансы в произведениях, что чувствуешь живую картину. Особенно свежо. Это последняя песня «Папиросники». И вообще богатый, роскошный голос. Все это вместе оставляет хорошее впечатление после концерта. Большое ему спасибо. А я не будущее, а из молодости. Когда не было еще в помине Владияра, а был курсант 1-й роты Рижского авиационного училища Владимира Яровица в России. И вместо аплодисментов, значные выступления из армии, он получал крепкие курсантские словечки. А вместо оваций летели наши тяжелые пошмаки. Сочиняясь. Такого не было. Было, было. Такого не было. А вот аншлаги он собирал. Когда в клубе нашем выступал ансамбль, где они с Валентиной выступали. Если я не ошибаюсь, то в Риге была тишина. Все девчонки Риги были у нас в училище. Поэтому разрешим я от имени выпускников училища пожелать вам семейного счастья. Спасибо. Спасибо. И подарить звание отличия почетных раучников. Надевай я. Спасибо. Наши знаменитое училище Раус было самое одно из известных и самое лучшее в Советском Союзе. Я его закончил, потом работал и одновременно работал. Ну куда Николай Андреевич? Овсиденко меня мог поставить на работу, чтобы я мог учиться в консерватории. Одновременно. Только на ЭТС. Вот я работал на ЭТС. Прибегал до занятий, посмотрел. А была старая ЭТС, еще шаговые искатели. Где-то предохранители, где-то заблокировать. И мучался в консерваторию. После консерватории приезжал уже после двух часов. А у нас было всего четыре выхода на Ригу и четыре входа из Риги. Меня, конечно, вспоминали последними словами. Но Николай Андреевич, царство ему небесное, Овсиенко, великолепный человек, ни разу меня не вызвал. Самый удивительный. И дал мне успешно закончить консерваторию. И самое удивительное, Коля, ты не поверишь. Раус не снился. А консерватория, где, как говорится, жесткая дисциплина, казарменное положение. А консерватория за все годы мне не приснилась ни разу. Которая принесла мне столько радости, вот не приснилась ни разу. Спасибо. Вот вы знаете, что я у вас хотел просто такой социальный опрос сделать художественный. Скажите, ну вот программа была посвященная Магомаю, был полный зал. Потом программа русская песня, старинный роман, полный зал. Шаляпин уже. Две трети зала сегодня уже, дай бог, было. Что это вообще? Сверидов, это не на каждого мудреца довольно простоты. Да, это сложно для восприятия, да? Хорошо. А вот у меня стоят дни. Вот, допустим, на следующий сезон, 26 октября, потом 19 января у меня стоят дни выступлений. Выступлений. Скажите, ну вот на что бы вы пошли? Ну, во-первых, на следующий год исполняется 180 лет со дня рождения нашего великого композитора, великого мелодиста Петра Ильича Чайковского. Вот скажите, вот просто поднять, мне просто интересно. Кто из вас вот пошел бы на романсы Чайковского? Все поймут. Все поймут. То есть, его можно ставить. Смело. Да. Так, скажите, вот у меня еще есть великолепная программа, и для органа, и для рояля, называется «От Монте-Берди до Гайдена». Это старинная вокальная музыка, потрясающе красивая, но она в основном, естественно, имеет божественное содержание. Ну, записывал ее Магомай, там просто великолепные мелодии. Вот вы бы пошли от Монте-Берди до Гайдена. Да. Ну, почему же ползала тогда вновь? Ну, и самый простой вопрос. Вот я думаю, что может в октябре сделать мне дивертисмент 26-го, то есть весь свой репертуар по нескольких произведениям, от русской песни до «Хэлло Дови». Нет, я серьезно говорю, потому что у меня было несколько раз, я с Кашлайевым делал второе деление мюзикла, и начиналось оно с «Хэлло Дови» в моем исполнении, вместе с балетом. Вот вы бы пошли на дивертисменты? Ну, поднимите, кто пошел? Как же здесь зал-то наполнить? А все хотят, но зал-то наполняется. Владимир Яковлевич, у вас не романс в программе, вы будете еще повторять? Какие? Деньские песни и романсы. Вы говорите, что в этом сезоне она уже была, а в следующем сезоне вы ее в планете не повторяете? Зачем вы и на вашу там? Зачем повторяете? Нет, ну и вот я дивертисмент, я мог сделать все. Дивертисмент 1, дивертисмент 2, потому что там столько и песен, и обалденно красивых. Вот по несколько абсолютно песен всех направлений, и советского, и старинных романсов, и классических романсов. Ну так что, с чего начинать сезон будем? Роману с Косовского. Нет, Косовского еще не родился, еще не родился. Давайте с Дивертисментом. Да, давайте. Да, так, собрание началось. Стихийное собрание началось. Стихийное собрание началось. Понимаете, я смело, так сказать, на основании своего опыта, и в отпущенном мне понимании музыки, смело ставлю вас в один ряд с этими певцами. Почему-то вы не раскручены. Почему-то я знаю певцов, которые... Меня уже пора закручивать, а не раскручивать. То же и дело, мне кажется, что было бы все целесообразно устроить там ваше телевизионное интервью. Показать, что вы живы еще, и вы поете при этом. Спасибо. 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 Пускай вы проходите старые записи с Некрасовым, с оркестром, какие угодно. Ваши диски продемонстрируют с вашим участием. То есть, откроют снова вас для российской куртки. Почему-то вы оказались за бортом. Я не хочу, подожди, публично. Но пускай вы ответьте на этот вопрос. Я отвечу на этот вопрос, когда мы все-таки надеемся выпустить книгу с Валентиной «Две жизни, одна судьба» и сделать ее презентацию, если мы будем живы. Вот там мы ответим на все ваши вопросы. Ну что, значит, 26 октября мы делаем дивертисмент. Каждый приведет с собой еще 10 человек. А на оперную программу пойду. Ну ладно, мы начнем с опера начинать сезон вроде как-то тяжело. Мы начнем с дивертисмента, а потом уже я вам буду дальше объявлять. Всем спасибо. Я благодарю земляков, моих инфизирцев, граузов. Спасибо, что пришли. Спасибо вам. Вам всем здоровья и удачи. Спасибо. Спасибо. Александра, можно вас выбрать? Александра. Спасибо. Спасибо. А там продаются 10. Да, да, да. Там есть. Это такое товарищи. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. Продолжение следует...